МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На берега Жигулевского моря меня привело отнюдь непраздное любопытство или возможность отдохнуть. Сюда я приехал для того, чтобы, как многие, наверное, догадались, что называется, своими руками пощупать и понять, что же такое новая разработка Волжского автозавода Лада Ларгус. За всю 60-летнюю историю Волжского автозавода это вторая модель, которая имеет вовсе не русские или российские корни. Дело в том, что Лада Ларгус, как и ВАЗ-2101 или ФИАТ-124, рождена на Западе. Но, как и в случае с ФИАТом, инженеры Тольятти не просто перелицевали переднюю фальшрадиаторную решетку, а довольно серьезно доработали механическую часть этого автомобиля. Были серьезно изменены рычаги передней подвески. Также изменением подверглись и передние тормозные механизмы. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы адаптировать и, наверное, продлить жизнь узлам и агрегатам этого автомобиля. Ведь ему придется постоянно ездить по российским дорогам. Что касается самого кузова, то, ну, если быть честным и откровенным, мне кажется, он несколько тяжеловесный. Именно благодаря вот этим вот квадратным формам этой высокой крыши, огромному багажнику и вот этой вот врезке машина гораздо длиннее, чем ее прародитель, седан, автомобиль Рено Лаган. Именно благодаря этому автомобиль получился больше, наверное, грузовым, а не пассажирским. И это в первую очередь выделяет его на фоне всех его собратьев. Кстати, конкурентов у него практически нет. И именно благодаря этой форме кузова садиться, да и сидеть в автомобиле Ларгус гораздо удобнее. Посмотрите, я, что называется, сижу сам за собой. То есть переднее кресло, кресло водителя, отрегулировано именно под меня. Так вот, при росте 180 сантиметров я не упираюсь коленями в спинку сидения водителя. Больше того, над головой пространства более чем достаточно. Здесь почти 20 сантиметров. Можно сидеть, наверное, в цилиндре. Есть специальная полка, в которую можно положить журналы, дабы скрасить досуг в дальнем путешествии. Больше того, есть ограничитель, который не позволит этим журналам в случае резкого торможения или совершения маневра выскочить и ударить меня по голове или по лицу. Кстати, я намеренно взял на тест автомобиль с семиместным салоном. Доступ к сидениям третьего ряда очень прост. Больше того, именно благодаря вот этому квадратному дверному проему и той же высокой крыши я совершенно спокойно и легко попадаю на третий ряд сидений. Сюда действительно очень удобно пробираться. Ты не чувствуешь себя обделенным. Все дело в том, что обычно вот этот ряд сидений предназначен для детей. Если сюда садится взрослый человек, то его посадка, ну, выглядит, наверное, вот таким вот образом. Колени фактически прижаты к груди. Здесь этого делать не нужно. Достаточно поднять подголовник, опустить сидение второго ряда. Кстати, я могу это сделать самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Пристегнуть ремень безопасности и отправляться в дорогу. Посмотрите, насколько удобно здесь сидеть. Причем, если здесь будет сидеть человек той же комплекции, что и я, мы не будем касаться плечами и мешать друг другу. Из удобств, которые предлагает автомобиль для пассажиров этого третьего ряда, то есть галерки, здесь есть подстаканник, есть держатель для бутылок. Единственный минус. Если я сейчас подниму спинку сидений второго ряда, протяну ремень безопасности для третьего пассажира, то единственное, что может омрачить вашу поездку, это висящая вот лямка ремня безопасности. Но, кстати, он трехточечный и, соответственно, сюда можно поставить даже детское кресло. Если вам по очечайни покажется, что производительности климатической установки недостаточно, можно всегда открыть вот эти вот вентиляционные окошки, расположенные справа и слева машины. Но Ларгус, наверное, не был бы Ларгусом, если бы возможности по перевозке грузов. Дело в том, что всегда может возникнуть необходимость перевезти большое количество поклажек. Самым главным, наверное, является то, что вот эта огромная багажная дверь разделена на две части. И пусть вас не смущает, что вроде бы угол открытия этих створок, он невелик. Ну и более того, сейчас мы говорим о том, что нам не нужно иметь третий ряд сидений. Я, кстати, могу его сложить прямо из багажника, не прибегая, не открывая передние двери. Вы видите, пространства более чем достаточно. Более того, если вообще нет необходимости в третьем сидении, можно заказать пятиместный вариант автомобиля или просто убрать это сидение в гараж. Еще один плюс. Не секрет, что в подобных машинах часто перевозят крупногабаритные вещи. Так вот, при помощи вот этих вот двух небольших флажочков, расположенных в дверях, я могу увеличить погрузочную платформу почти на 10%. Посмотрите, как удобно они откидываются. Кстати, и сама погрузочная высота у багажника практически идеальна. Ну, о багажнике и втором, и третьем ряде сидений вроде бы все. Самое время переместиться на сидение водителя и посмотреть, что же представляет собой Ларгус в движении. Ведь машина стала не только длиннее, но и тяжелее. Так вот, именно этим мы с вами сейчас и займемся. Четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель «Лады Ларгус» имеет объем в 1596 сантиметров кубических. Мощность 98 лошадиных сил. 145 ньютон-метров он выдает при 4000 оборотах в минуту. Максималка 180 км в час, разгон 13,5 секунд. А расход топлива 9 литров на 100 км пути. И так, Лада Ларгус, что же она представляет собой в движении? Ну, для тех, кто хоть раз сидел за рулем Рено Лагана, я думаю, эта машина не будет загадкой. Тем не менее, здесь кое-что изменено. Но я не буду говорить о шильдиках, которые появились. И сегодня здесь вместо ромбика Рено изображена ладья. Несколько изменилось управление климатической установкой. У нас автомобиль нам достался в довольно дорогой комплектации. Это комплектация «Люкс». Здесь есть практически все, кроме почему-то двух боковых подушек безопасности. Хотя по спецификации они тоже должны быть. Но это не самая большая претензия. Оно, в принципе, не может быть предъявлено, поскольку это предсерийные образцы автомобилей, а не серийная машина. Что мне нравится и нравилось всегда в Логане? Это, естественно, не драйверс кар. Это машина, которая не заставляет тебя и не пытается, в общем-то, сказать тебе о том, что я весь такой накачанный спортсмен и готова на многое. Здесь очень важный момент в том, что эта платформа очень и очень понятная. Она довольно спокойная, но тем не менее при прохождении поворотов вы не испытываете никаких затруднений. И это самое важное. Мне кажется, что помимо наличия в автомобиле каких-то активных или пассивных систем безопасности, не менее важным является и сбалансированность платформы, сбалансированность рулевого управления и самой тележки, на которой стоит эта машина. Эта машина практически не замечает неровностей и проглатывает их довольно легко. Передаточные числа подобраны здесь практически идеально. Единственное, к чему у меня могут возникнуть претензии, это к избирательности. Может быть, нет такого четкого хода рычага по ступеням. Но тем не менее, на мой взгляд, к этому тоже можно привыкнуть. И это не является большой проблемой при выборе этой машины. Тяговитость мотора. Казалось бы, машины, на которых нам пришлось поездить в эти дни, были оснащены 16-клапанным силовым агрегатом. В принципе, достаточным моментом и достаточным количеством лошадиных сил. При этом экономичность этого мотора также не вызывает каких-то проблем. Он вполне отвечает всем требованиям современного водителя. Он позволяет свободно ускоряться. Причем, вот сейчас мы едем порядка 50 км в час на четвертой передаче. Я могу нажать на педаль газа, и, как вы видите, автомобиль довольно легко набирает скорость и начинает ускорение. Если же вам этого покажется недостаточно, всегда можно переключиться, и тогда весь процесс пройдет гораздо динамичнее. В итоге я могу сказать лишь одно. Lada Largus, наверное, является одним из немногих на сегодняшний момент автомобилей, к которым я не могу предъявить много претензий. Да, здесь есть недочеты. Да, естественно, это не идеальная машина. Но, тем не менее, мне кажется, что автомобиль, сделанный с учетом того, что его, прежде всего, его потенциальный покупатель, его потребитель не обладает большим количеством средств, тем не менее, вот, наверное, это тот результат работы, когда дешевая машина не может, не должна быть плохой. И если это правило усвоят на Автовазе, как его усвоили, собственно, в свое время на Рено, создавая прообраз этой машины, Рено Лаган, мне кажется, что тогда я буду только рад, как будут рады и основные потребители этих автомобилей, что они не будут выглядеть белыми воронами в потоке, что они будут знать, что они ездят на современном, безопасном, удобном и, самое главное, комфортном автомобиле. Всего вам доброго. До свидания.